Заявление принимайте. Будьте любезны, встаньте пожалуйста. Зачем? Принимайте заявление. А заявление на месте будете принимать здесь или откажетесь? Будьте любезны. Вы отказываетесь принимать заявление? Будьте любезны, встаньте и проследуйте со мной. Давайте разберемся вместе, в каких случаях у вас есть основания требовать документов. Я с вами не буду сейчас разбираться. Вы мне предоставите документы? Ответственного будем вызвать сюда на место? Вы мне предоставите документы? Поличие. Он имеет право проверить документы. Вы серьезно? Вы серьезно? Я требую прислать ответственного? Есть статья. Но это вы только полагаете. А не хотите узнать клиенту, по какому вопросу? Нет? Народ, всем привет. Вы находитесь на канале Клуб Патриот. Ну а мы находимся, конечно же, в осеннем и великолепном городе Героя Москва. Попала сегодня такая почта на проспекте Мира. И было принято решение посетить эту почту и посмотреть, есть у них просрок или все-таки нет. Здравствуйте. Три. Чек. Я думаю, пригодится. Проспект Мира, 97. Кто у вас сейчас руководит данным ОПГ? Скажите. Анна Владимировна. А? Анна Владимировна. Карабанова Анна Владимировна. А, ну давайте пригласим Анну Владимировну. Вы же не секретарь, чтобы спрашивать, в каком вопросе. Возникли вопросы? Тухлопочта, там и Тухлобанк заодно, естественно. Вот, все в одном. Скатхолдинг, комплексная уборка, эксплуатация. В общественном месте. Почему вы нас снимаете? Погласить сотрудников полиции. Так. Ну, довольно-таки интересное мнение. Пчетальон или мерчендайзер, я не понимаю. Конечно, камерофобы всегда были, есть и будут. Вот, камерофобы. Здравствуйте. Это замначальника отделения Надежда Абушкевич. А где руководитель ОПГ, я у нее спросил. Какой ОПГ? У нас не он. Организованная преступная группировка, как я понимаю, да? Правильно? Нет, расшифровываю. Да, я сейчас, да. Да, я позвоню в полицию. Так. Вы не имеете право отменов, вы не имеете фотографии. Вы так полагаете, да? Да, да. Есть статья. Но это вы только полагаете. Да. А не хотите узнать у клиента, по какому вопросу, нет? По хрену? Вы фотографируете. Вам по хрену по какому вопросу вас позвали, нет? А почему? Интересно так разговариваю. То есть вы плевали, срали на своих клиентов, покупателей? По какому основанию вы? Я вопрос задал вам. Вы плевали на своих покупателей? Матом ругается, я с тех вообще не хочу. По хрену это мат? Хрен у вас, вон в продаже стоит в продуктах. Тоже, наверное, просроченная. Хренами не торгуете просроченными? Вот дрожжешками торгуете. Вот такой руководитель. Не на своем месте. Надежда, заявление по собственному срочно, пока по статье этого не случилось. Срочно увольняемся, добровольно. Серьезно, да ты что там кукарекаешь, а? Вот прям покукарекаться решила. Что там у вас, Надежда, написала по собственному, нет? Уже уволена. Вот ее покупатель пригласил для чего-то. Она не соизволила поинтересоваться для чего. Сейчас вам подойдет. Просто скотское обслуживание. Где не замначальника? Где начальник отделения у вас? Сейчас я переду. Как у вас ОПГ? Номер сколько-то там, да? Почта России называется. Но это точно не ОПС, насколько я понимаю. Не отделение почтовой связи, а ОПГ. Вот так мы видим им пофигу проблемы покупателей. У них здесь собрание. Замначальника отделения какую-то свою туфту прогнала и свалила в освоясь. Вот такой сервис, товарищи, на почте. Проспект Мира, 97, город Герой Москва, сердце столицы. Какой именно? Общаюсь с кем? Кому? Тете в кофте в джинсах? Тете в форме не в брендированной одежде? Почта Россия или что? Тете кто такая? Подходит какая-то тетя, какое-то удостоверение требует. Вообще непонятно. Потому что покупатель есть такое право. С луны что ли свалилась, я не понял. Сидите, где-то коварьи. Да и вот сегодня я на почте скопаюсь. Руководство данного отделения почтовой связи получит по башке очень сильно. Хорошо. Что ж, хорошего? Хорошо, что получите. Фамилия, имя, отчество, должен. С кем общаюсь? Ваши, пожалуйста. С кем общаюсь, говорю? А я вам говорю. Серьезно? Общаюсь с кем? Серьезно. Подошла-то ко мне, почему? Кто такая? А ты тут такой. На вопрос не отвечай, подошла, представься. Конечно. На чем научить себя? Не мог, ну. Вообще приборзели. Так, ну вот здесь у нас теперь собрание. Что-то у вас пересчет отравы для граждан идет, да? Сотрудникам руководства ничего не интересно. Поэтому переходим к следующим действиям. Вы позвонили в полицию. Пожалуйста, дождитесь ответа. И ждите. Полиция Горнеева, здравствуйте. Можно вам помочь? Здравствуйте. Проспект Мира, 97. Отделение Почты России. Нужен участковая или следственно-оперативная группа. Почта России совершила продажу товаров, продуктов питания с истекшими сроками годности. Как просрочку продать? Это мы первые. Как у покупателей появляются вопросы? Это мы будем сваливать и истерить. Почта истеричка. Именно это отделение предлагаю переименовать. Как идея, сотрудники? Хоть бы кто-то один компетентный был сотрудник. Да, закрывается навсегда, судя по всему. Но, тем не менее, не закроетесь вы до приезда полиция. Так, окошечки здесь начинают закрываться. Так, ну там сейчас ввелся телефонный разговор, либо с ГБРовцами, либо с ментами. Вот. И можно было из разговора самого понять, что они там гнали кому-то или ГБРовцам, или ментам, что молодой человек там оскорбляет, еще что-то делает нехорошее. Не дает закрыть дверь, говорят уже. Кошмар. А прошло буквально пять минут с закрытия. Требований никто никаких не высказывал. Ну, кто-то там приехал. Сейчас посмотрим, кто. О, замначальника. Что, что замначальника? Просрочка, это торгуешь. Ну, мы разберемся. Так, это говорит замначальника отделения. Вы точно компетентны, Надежда? Подскажите. Я компетентная сотрудник. Здравствуйте. А, че, здравствуйте. Пару слов, кстати. Кем и чем запрещено снимать? Рассказывайте. Сошлитесь на норму права. Выражаться надо культурно. Надо культурно. Серьезно? Хрен это уже нецензурная брань, вы считаете? У вас хрен вон в продаже продается на полках. Вот, а вы ни хрена не компетентны. Я все правильно сказал. Потому что вы продаете просрочку покупателям. Вы продаете просрочку. И вместо того, чтобы спросить, почему меня вызвал покупатель, начинаете хабалить здесь. Я это вам делать не позволю. Будет штраф 300 тысяч на вашу помойку. Дайте, пожалуйста. Я посмотрю. Наешь. А почему наешь? Ешь угощаю, говорю. Я платил. Чек есть. Нет, подождите. А почему вы натыклишь? Потому что я тебя не обязан уважать. Давайте не будем сейчас в дискуссию уступать. Я тебя не уважаю. Ты некомпетентный, уволься. Со мной пообщайтесь, пожалуйста. С вами пообщаюсь. С федерального рпп. Документы быть любезны? На основании. А? На основании чего? На основании жалобы от граждан. Жалобы по поводу? По поводу вашего хулиганства. Какого хулиганства? То есть граждане поясняют, что вы осуществляете хулиганские действия. Ну, пусть дальше поясняют. Пусть заносы давят. Ваши документы, пожалуйста. Давайте разберемся, в каких случаях у вас есть основания требовать документы. Я с вами не буду сейчас разбираться. Не бойтесь. Вы мне предоставите документы? Ответственного будем вызывать сюда на место? Вы мне предоставите документы? Это ваши законные требования, вы считаете? Да, это мои законные требования. Вы имеете право требовать документы у граждан. Он подложил на свет таких. Серьезно? А ничего, что у меня все подвели фиксацию? Да. Балаболочка. Серьезно? Да. А вот если ты сейчас это сказала, теперь попробуй это не докажи. Буду привлекать за клевету, нещадно. Да. Поэтому иногда лучше жевать, чем говорить. Не надо меня... Все тебе понятно? Не тебе. Да ты одна здесь, не двое тебя здесь. Успокойся. Вызывайте ответственного от руководства. Вот к вам обращение делаю. Номер жетона 016-030. Вызывайте ответственного от руководства. Какой цель? Конфликтная ситуация вот с вашим напарником. У него незаконные требования. У него, видимо, документы филия, насколько я понимаю. Что? Документы филия. Ну, оргазм испытывают люди, когда документы держат в руках. Вот, не имея на то законных оснований, требуют у граждан документы. В следующий раз только у бомжей рекомендую, у метро. Бомжей, когда шугаете, вот у них требовать документы без оснований. Может обосрутся. Из какого отдела? В каком районе находится? С Останкинского. С Останкинского. Ну, бывает, здесь есть и Алексеевский, и Останкинский. А тут тоже. У вас, вроде, менты-то нормально из Останкинского вазбук вкуса приезжали. Не дерзили, как эти? Вообще не дерзили. А вы в какой карточке приехали? Без понятия. Без понятия. Так вот, я тоже вызывал. Я тоже вызывал, но требовал прислать сюда участковую или группу СОК. Потому что просрочка нужно передавать по подведомственности в территориальный отдел Роспотребнадзор. Полиция Стуловича, мы можем вам помочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужен ответственный от руководства на отделении Почты России по адресу проспект Мира 97. Приехал наряд... Сейчас, минуточку. Приехал наряд ППС. Мира 97, да? Мира 97, Почта России. Почта, да? Требует соответственный от руководства. Приехал наряд ППС. Я вызывал полицию для того, чтобы оформить просрочку. Также мной заснято краткое видео и в нашу внутреннюю группу выложено уже. Где сотрудник полиции, один из экипажа, без оснований на то требует документы. Не имея на то оснований. У заявителя. Вот я вызывал полицию. Он имеет право проверить документы. Вы серьезно? В чем дело это у вас? Вы серьезно? Я требую прислать ответственного. Если я подхожу под ориентировку, то у него есть такие права. Если я подозреваю совершение преступления, по данному адресу, неужели и в дежурной части безграмотные? Можно вас спросить? Фамилия Маркин, конечно же. Имя, отчество, телефон. Имеет право, говорит она мне там из дежурки, с которого звоню телефон. У меня все будете морчать, морчать, учить. Так, 8-16. Вы жалуетесь на то, что у вас попросили документы? Не имея на то оснований. У вас есть на почте, правильно? На почте, да. В соответствии с федеральным законом 2 мая 2006 года, номер 59 о порядке рассмотрения обращений граждан, жалобы на действие и бездействие сотрудников полиции принимаются в письменном виде в органы внутренних дел. Вот приедет ответственный от руководства, в устной форме, в рамках 736 приказа примет. В прокуратуру и в органы государственной власти. Не надо мне бредности, я потребовал обеспечить ответственного от руководства. Я напомню к вам повторно, ожидайте. Неужели такие там неострые тоже работают? Они не служат, они точно работают. Ответственного от руководства не будет. Ну не будет, хорошо, поедем в управление. В случае, чтобы уезжать, ответственно. Серьезно? Он при любой конфликтной ситуации должен выезжать. Вы можете написать заявление? При любой. Все будет рассмотрено, можете предложить. Заявление я могу уже неответственному написать. Вы предложить можете? Могу. А есть еще право вызвать ответственного от руководства? Вызывайте меня, сомневайтесь. Ну пусть бездействует, пусть бездействует тогда, хорошо. В управление поедем с адвокатами. А вот теперь я там усматриваю так, как я вызывал. Коррупционную составляющую, так как он там уединился с ними. Мне неизвестно, о чем они там договариваются. Там пишется заявление, объяснение. Ну я полагаю, ему там взятку дают за что-то. Ну, правило полагать, что угодно. Сколько вам дали надо. Сотни тысяч людей, которые это увидят, тоже так подумают. Конечно, конечно. Вот у меня в глазах картинка, что он там кофе пьет, денежки какие-то получает. Я могу ошибаться, я не утверждаю, я только могу полагать. Это вместо того, чтобы участкового или группу СОК на место обеспечить, чтобы вот это все изымать. Пасказал про все это. Александр Александрович. Александр Александрович, пройдемте со мной, пожалуйста. Цель. Уделение полиции для разбирательства. На вас поступило заявление по факту хулиганской действия. Серьезно? Да. Мое не хотите принять заявление? Пройдемте. Или что-то хотите фабриковать? Вот здесь должен состояться осмотр мест происшествия. Я требовал обеспечить участкового на месте здесь или группу СОК, чтобы это все изъяли, направили по подведомственности в Роспотребный отзыв. По факту чего? Что? По факту чего вы требуете группу СОК? Я пришел на почту, я вызывал полицию для оформления товаров со стекшими сроками годности. То, что там вам сейчас начисали по ушам, есть основания полагать, что смотрится в ваших действиях коррупционную составляющую, так как вы с ними там вообще уединились. Вот, я не знаю, сколько денег они вам дали и дали ли вообще, вот, но я вызывал полицию по одной простой причине. Я купил вот эти дрожжи о пингве. Так. Общая стоимость покупки составила 321 рубль чек имеется. У вас чек имеется, да? По данному факту вы можете написать заявление? Не надо говорить, что я могу, я хорошо знаю свои права. И вот эти дрожжи о пингве оказались с стекшими сроками годности. Я вызвал полицию для того, чтобы в рамках 879 приказа МВД приехал добрый дядя участковый, а не какой-то злой ППСник, который, судя по всему, пока еще, на мой взгляд, собирается что-то фабриковать или превышать свои полномочия. Я позвонил для того, чтобы приехал добрый дяденька участковый, все это внес в протокол осмотра места происшествия. И в рамках 879 регламента приказа министра МВД Колокольцева направил по подведомственности в территориальный отдел Роспотребнадзор. Обездействовать будете или не будете? Будете обеспечивать участкового? Вы отказываетесь проследовать самому? Нет, я не отказываюсь. Я еще здесь нахожусь. Я требую процессуальных действий с этими товарами. Будьте любезны проследовать самому. Вы будете обеспечивать участкового? Примите у меня сейчас устное заявление. Я тоже гражданин, я тоже хочу заявление, чтобы вы приняли в рамках 736 приказа. Хорошо. Принимайте. Заявление принимайте. Будьте любезны, встаньте пожалуйста. Зачем? Принимайте заявление. Пройдите со мной, уважаемые. А заявление на месте будете принимать здесь или откажетесь? Будьте любезны. Вы отказываетесь принимать заявление? Будьте любезны, встаньте и проследуйте со мной. Заявление будете принимать? Нет, я не отказываюсь. А вы заявление отказываетесь сейчас принимать? Серьезно? Серьезно? Вы отказываетесь? Я не отказываюсь, еще раз говорю, под видеофиксацию. Тебя видят в редакции. Будьте любезны, пройдемте со мной. Заявление отказываетесь принимать? Будьте любезны, пройти со мной. Заявление отказываетесь принимать? Я вопрос задаю. Будьте любезны, проследуйте со мной, уважаемые. Я про заявление задал вопрос. Уважаемый, будьте любезны, проследуй со мной, я уже ответил. Так я буду скоро любезен, если надо будет, проследовать. Заявление будешь принимать, нет? Да руки убери от меня. Ваши вещи уберите, пожалуйста. То есть ты отказываешься, да, принимать заявление? Правильно я понимаю? Не ты, а вы. Нет. Я с вами. Нет, именно ты. Сошлись на норму права, которая мне запрещает к тебе на ты обращаться. Я вам все уже объяснил, все объяснил. Что ты пояснишь, объяснишь. Вон, кто-то там выскочка какая-то, про культуру общения говорит. А ты знаешь, что полицейский, неважно полицейский элемент, он не имеет права заниматься норовоучениями, о культуре, например, общения, впрочем, впрочем. Ну хорошо, отказался принимать заявление на месте, не вопрос. Руками не трогай, химчистка дорогая, будешь возмещать. Руки, руки. Руки на откорочке убери. Я вам помогаю. А мне не надо помогать. Я без помощников справлюсь. Руки вам не заламываю. Только не надо трогать мои вещи, они не дешево стоят. Ваши вещи никто не трогает, уважаемые. Мою одежду ты трогаешь сейчас. Говоришь при этом, что ничего не трогаешь. Более щиряющий предмет при себе не имеется? Конечно же нет. Конечно же нет. Вы-то любезно, присядьте. Ну а нехорошо почту крошевать, а? Люди добрые. Вы мне свой паспорт предоставите? Уже. Ну сейчас, соответственно, в отделе позовем. Поясните основание. Там решим. Не хватает чего-то. Палочки не хватает. Ну, мое сугубо личное мнение, я потом скажу, что мозга тоже. Какой здесь адрес? На всех объектах 1А. Ответственно пригласите, пожалуйста. Конечно, обязательно пригласите. Здравствуйте. Телефончик соберите с работы. Почему? Там вот здесь нельзя вести виде съемки. Так предоставь эту комнату, где можно. Здесь нельзя. Я введу съемку в церкви защиты своих законов прав и интересов. Вы не можете ввести, а только не публиковать в интернете. Я вам запрещаю. Ну, я веду. Хорошо. Для обжалованных действий. Ну, я веду для обжалованных действий. По моему мнению, мои права сейчас друг нарушаются. Почему не представили? Лейтенант полиции Архипов. У вас какой вопрос? Лейтенант полиции Архипов. У кого вы все интересуетесь? Съемку введу в целях защиты своих законов прав и интересов. Если вы вести съемки. Лишаете меня права на защиту? Вы находитесь в служебном помещении. То есть вы будете лишать меня права на защиту, да? Вы меня слышите? Я вам пояснил. У вас, кажется, сотрудник подходит до КАП. С вами мы уже поговорили. Ну, все. Стоите, снимаете, молча. Вот сюда встаньте в уголок. Ну, а зачем каждый меня дергает сотрудник? Потому что каждый поясняет вам. Здесь же оперативно-дежурный. Это вы. Вам поясняет каждый. Кто вас видит с любви и видит. Ко мне какие-то претензии? Меня почему не закон доставляют в отдел? К вам претензии одного характера. У нас составлено заявление по мелкому хулиганству. У меня полностью вся аудио-видео фиксация. Вам пояснили сотрудникам, нужно было написать заявление. Они отказались его принять, да. Ваши ППСники доблестные. Отказались. Я купил товары. Оказались с техшими сроками годности. Сейчас на вас будет составлен административный протокол. Потом вам будут выданы заявления. Вы напишите все, что вы желаете. Понятно? На меня-то на комс-самбуре будет составлено. Я уже пояснил. А сдайте мне лист формата А4, я напишу ходатайство. Я против того, чтобы материал составлялся в отсутствие моего высококвалифицированного юридического защитника. В отношении вас будет состав материал, вы будете с ним ознакомлены. Так дайте мне лист формата А4, у меня ходатайство. Сейчас составляется материал. Я в любое время вправе заявлять ходатайство. В любое время. Но пока вы материал не ознакомили, вы что будете писать? Нет, я узнал о намерении составлять материал. Ваши действия сейчас будут незаконными, пока вы составляете. Потому что я сейчас хочу немедленно подать ходатайство. Так, проезд Альминского, дом 1, гуглите номер отдела. Не звоните им раз по 100, не жалуйтесь раз по 100, не позвонив раз по 100 на действия ППСников и оперативного дежурного. А то высосали они из пальца 20.1. В суде давно не отдувались граждане полицейские, так называемые. Если, конечно, можно так назвать. А то напишите заявление. У меня уже заявление отказались принять на месте в устной форме. Как я требовал в рамках 736 приказа. Сейчас будет здесь веселая жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Довожу до вашего сведения, что дежурная часть есть режим на объекте. Серьезно? Да. Мне только что сказали, что в целях защиты законов прав и интересов умею право снимать. Я просил... И я просил... И я требовал, чтобы каждый сотрудник мне не говорил, хорошо, переведите другое. Зачем меня сюда просили пройти? Вот в отношении меня совершены противоправные действия сотрудниками полиции. Вот я введу видеофиксацию в целях защиты своих законов прав и интересов. Если что-то вы считаете, что... Это ваше. Это ваше. Вы можете всегда запросить. Проблемы не вижу. Запросить. Знаю, с каким будем писать. Любой гражданин имеет право в целях защиты законов прав и интересов ввести видеофиксацию. Но если такие помещения режимные, где съемка запрещена. Ну я у вас в оружейке не снимаю, не претендую. Спасибо. Ну туда посмотрите. Что? Вот куда вас камер направлено. Нет, направлено вот на ходатайство, которое я пишу. Смотрите, куда вы пишете. Там черный по-русски написано. Вот, вот. Да это я туда-то не вхожу вообще. Нет, нет, вот туда. Ну в дежурную часть. Вот смотрите. Что? Вот прямо. Вот это? Вот прямо я вам показываю, куда камерится. Вот туда вам отправлюсь. А, да и что меня там-то вообще не интересует. Ну, будете любезны, уберите. Я же, что предупреждение делаю вам. Ну, вы просите, чтобы вот там в кадр не впадал. Я прошу вас в режиме помещения производить съемки. Резиданин, а вы не понимаете своих действий, что вы? Резиданин, вам объяснили порядок действий. Вот эту штучку выключайте. Вы зачем мне телефон выключаете? Потому что по закону вы транслируете это в онлайн. Руки свои уберите. Руки свои уберите. Руки свои убрали. Как это вы? Вы что кричите? Убрали. Вы что кричите на меня? А потому что вы меня не поняли. Вы телефон зачем меня из рук вымали? Вы сейчас это выкладываете в онлайн. Вот если... Субтитры сделал DimaTorzok